всем добрый день сейчас мы находимся на переулочке так и почтовый как он называется там вон дальше почта здесь обычно останавливаюсь когда за посылкой а сейчас мы с вами идем на море пойдем вот так вот окольными путями я даже помню как-то где-то марте момент пандемию тогда жесткой когда нас и закрывали я как-то с утрец а тут прогуливался с утра пораньше пока все спали дабы никого не заразить самому не заразиться слава богу все здоровы но мы идем морю сейчас перейдем вот прям вот здесь вот мы идем железнодорожное полотно и окажемся на улице Ушакова могу свинуть на спортивную могу на Ушакова и не к ней стою лучше стою в тени если надо светофор светофорчик здесь как бы достаточно долго я вам скажу так очень даже долго ну трасса федеральная на колораж нельзя было сделать а вот здесь вот можно расстояние между светофорами метровыми 150 ну что вообще машин нету вот так вот делать не надо но машин вообще нету стоять просто полчаса не хочется ни справа ни слева метров на 300 горизонт чистый это транспорта тут видите были киоски нет киосков снесли зачем-то поломали ничего не построили и так мы с вами после курицу Ушакова странно так вообще что едет поезд но для меня тут зеленый переход открыт ничего не свистит не крепит у нас есть возможность прогуляться у нас по спортивной есть по Ушакова что-то мне кажется я по ней чаще всего ходил в свое время особенно да и недавно тоже хотя где я только не ходил где я только не бродил там где-то улица там где-то улица Натинова Крема по культу там дальше уже и колораж с Павлова тоже будет сейчас это не есть наша цель мы пройдемся по спортивной осторожно посторонним просто смещен этот объект горел уже и что-то его ремонтировали реставрировали деньги уложили потом бросили не знаю почему такое происходит ну это как бы вот так вот уже я не знаю лет на 15 здесь не больше он в таком состоянии находится как-то не видит плиточка брусчаточка еще олимпийская наверное может быть даже старшая помню просто такие были с олимпийскими значками 80-го года сейчас вот она немножечко покосан ну в принципе вполне нормальном состоянии находится колораж тоже была в такой припуске в целом ну ничего есть единственный недостаток если там где вот какой-нибудь край этого шестигранника подвину есть свободный участок там ну не вакуум а просто воздух то есть наступаешь на одну часть плитки она проваливается из-под ее слышит вода и прям тебе по ногам была такая проблема но сейчас как видите у нас чуть-чуть другая брусчатка везде все в лучшую сторону ну то этой улице пока еще не добрались тут вопрос со сладионом не понятно кому он принадлежит там что-то как поэтому видимо такая беда я немножечко прикорможу так как слышу что сзади зазвенел звонок и едет поезд звонок это в смысле пешеходом переход перекрыт а вот поезд едет в нашем направлении Даня конечно там давно уже не заходит но на ловом другой ну вот есть ребята которые нравятся поезда вот смотрите как они катаются сейчас заодно узнаем что это за поезд прищурюсь окуляры своими взял и посмотрим кто к нам приехал я уже приблизительно ориентируясь в поездах если что в конце будет Волгоград то вообще просто тут ездить Саратов Аднер Саратов Адлер Люди едут, смотрят в окошки Волгоград Адлер Вот так вот И вагон не получится смазывать И там мужик, когда в окошке сидит, на меня смотрите Ну а теперь Спортивная Астаматологический кабинет Очень даже хороший кабинет, я вам скажу Мастер, как замечательно Ну и улица Спортивная Вот видите, такие зеленые насаждения Хурма, опять же, висит Никому не нужно Немножечко подстриженные листья банана И вот такие вот каменные глыбы С бетонной залитой Видимо, чтобы У входа просто не ставили, потому что очень часто Ставят автомобили около входа Вот здесь вот, несмотря на какие знаки И выезжаешь из двора И практически это невозможно сделать Очень неудобно Вот, как бы так Гостиница Трея С большим, говорит, бассейном Наверху сам не был Не знаю Но видел издалека С крыши нашей видно, что Кто-то там что-то там отдыхает Вот, ну грандиозное строение такое Редушкам с морем Олень Тоже замечательный домик Спортивная 7 Там терраска такая Зимний сад на третьем этаже Ну, он за стеклом Затемненным, поэтому Тяжело будет показать это Поверьте мне на слово Так, ну и тут у нас, как бы Одно из моих любимых зданий На улице Спортивная 9 И одновременно Переулок Корабельный 2 Вот я вам его показывал И знаю, что Некоторые мои в отлички Любят останавливаться на этом переулке Поэтому Пройдусь Покажу вам Что-то как Что тут изменилось Что-то можно поменять еще Видите, фантанчики Кувшинчики Рыбки там, кстати, плавают золотые Такие, я не знаю, как они правильно называются Такие оранжевые Белые пятнышко Переулок небольшой, никакой прикольный Хотелось бы, чтобы людям здесь Поменяли асфальт Положили новый Какой-нибудь красивый, хороший Было бы вообще замечательно Там тоже ведется строительство Корабельный 6 А дальше спорту, там кажется Такое, там закрытое уже помещение Если не ошибаюсь, там тупичок Всегда мне нравятся Этот заботчик с зубчиками Враг не пройдет Да, вот это спортивная школа Там тренажерный зал, насколько я помню Ну, всякие площадки Мы с Адовеском подходили к этому месту Ну, вот корабельный 10 Корабельный 8 И где-то здесь Вот в каких-то из этих домов Проживали мои подписчики Не знаю, смотрят они еще Мой блок или нет Но проживали точно Если вам Интересно То Вспомните Мы, кстати, с ними встречались На одном из стримов Вот такой вот корабельный Зимний период В принципе Чуть-чуть меньше зимний А так все Очень даже похоже На лето А мы возвращаемся на спортивную Пойдем заниматься спортом К морю, конечно же, пойдем Все пути ведут Море в нашем варианте Ну, некоторые ведут в Рим Вот сейчас, как бы, вроде бы Не очень красиво Но когда придет весна Все зазеленеет Будет очень красивенько Корабели не прошли Тетя с пустым ведром Надо бы хоть что-то не положило Что-нибудь туда Надо так, чтобы она мне дорогу не перешла А то будет мне потом Нет, что-то есть Что-то внутри Все равно Чуть-чуть чего-то Такого-то есть Я не знаю, что имя Но есть Ну и дорогу не перешла И так, спортивная Опять спортивная Красивая улочка Прямо практически На берегу Черного моря Да не практически На берегу Черного моря Тут до моря-то 100 метров Осталось Всякие разные домики На некоторых вот горят Гирляндочки Подготовились люди Там терраски такие классные Камень выложены Такие Или под камень Такие декорированы Красиво так, знаете А вот смотрите Какие цветочки Вот это мне нравится Даже зимой цветут Я не знаю Вам плохо видно Согнать Против лучей солнца Которого Чуть-то опять мало стало Улица Нахимова Но это Да, это будет другой Рассказ По Нахимову По гулянчиках На третий Все видите Местные жители Желают друг другу Только здоровья Здоровья, здоровья Больше ничего и на Здоровья На спортивной Как видите Людей практически Никого нет А вот летний период Конечно же Тут Ого Как лудно-то Спортивная 8 Что такое не слышал Я не читал в комментариях Что тут Шанхай, Манхай Ну Да, может быть Шанхай Но Извините Если бы людям Дали землю Наверное Это все-таки Они бы сделали бы Иначе Покрасивее Но пока тут Непонятки Насколько я знаю Так утверждать не берусь А вот здесь Вот уже получше Ну Конечно же Наша любимая улица Туда мы не пойдем Там мы были На днях И вот этот участок Я тоже уже припоминаю Тоже здесь были Сравнительно недавно Но Пути к морю Как говорится Путь к морю один Поспортивный Когда идешь Нет Можно конечно Обойти Когда-то Вправо-влево Но нам Янтова не надо Мы идем По прямой Я слышу уже Море Сейчас мы к нему Спустимся Народ был С собачками Есть люди Даже Да Пожалуйста Мабежная Я тут был Каждый день Тут хожу И в обед Еще приду И так Наше путешествие В принципе Подходит К концу От улицы Победы Можно сказать Мы дошли До моря Даже побывали На корабельном На море Ветерок Дует Малость Вот как бы Вот так Товарищи Ну что На этом всем говорю До свидания И так получился Достаточно длинный ролик Всем пока До новых встреч в эфире Привет из Лазовского Декабрьского Лазовского А скоро уже январь Всем пока Я надеюсь Солнышко Еще выйдет На сегодня